Музыка И так я буду наносить базу от Catrice. Наношу сначала всегда на руку. И потом, это сияющая база, я вам уже показывала ее в косметике месяца. Мне ее нужно закончить. Прям руками всегда. Я наношу ее и под глаза, и везде она очень красива. Подсвечивает лицо. У меня сегодня очень есть много чего скрывать на лице, потому что перед этими днями, как обычно, как обычно у меня это бывает. Поэтому сегодня мы будем использовать зеленый корректор, в том числе, который я показывала вам в покупках. Предлагаю туда сразу нанести базу под тени. Я всегда ей пользуюсь, вы уже это знаете. Это Smashbox у меня. Классная база под тени. Я ее разносила, и мне очень нравится. Так как у меня жирные веки в течение дня становятся, поэтому мне база под тени 100% нужна. Итак, я хочу попробовать сегодня зеленый корректор. Я, вернее, его уже пробовала вчера один раз, но, естественно, таким образом ничего толком-то понять не удается, поэтому я хочу попробовать сегодня еще раз. На все свои такие следы красные я хочу его наности. На самом деле, мне он показался достаточно плотным именно в плане цвета, потому что он прям зеленый. Есть такие, знаете, полуразбеленные, но это тоже немного разбеленный, но, тем не менее, на лице он прям хорошо вчера мне все перекрыл. Сейчас буду, как будто бы выглядеть, как будто у меня ветрянка. Но это не важно, сейчас мы это все растушуем, естественно. Так, ну... Можно пальцем, можно растушевать блендером, но я, наверное, пальцем попробую. То есть, его именно нужно вбивать, не растягивать, иначе смысла не будет. И именно под тональный крем, для того, чтобы сейчас все перекрыть, все цветовые нюансы. Ну, сейчас посмотрим, как он справится. Окей, дальше я буду брать тон, это также маяка Prevolution, это их тон в стике, который называется Fast Paste Stick Foundation. У меня оттенок F6. И мне этот тон очень нравится, хочу даже себе посветлее оттенок взять. Так. Немного растушу корректор. Нет, не буду растушевывать его. Я сразу наношу тон вот такими, такими просто мазками. Он будет сияющий на лице, но я его, конечно, припудрю, но тем не менее он все равно будет сиять. Поэтому имейте в виду, что я специально его сегодня использую. Давайте сначала, пожалуй, я кистью... Он плотный, мне он нравится. Я постараюсь не наносить на область под глазами, потому что туда я буду наносить консилер. Вообще, этого тона можно немного наносить, но я наношу как бы такое плотное покрытие, с того, что я снимаю. После этого, конечно, я сейчас возьму бьюти-блендер, все растушую, более качественно. Но можно в целом кистью обойтись, потому что этот тон очень хорошо ложится и кистью тоже. Окей, пока бровей на моем лице нет и все смотрится крайне странно, но ладно. Буду дальше использовать этот консилер Revolution Pro Full Cover Camouflage Concealer оттенок C1. Я его... Он очень плотный, очень вязкий. Я его наношу каплю. У нас сначала на руку себе. Потом пальчиком тут разогреваю все. Таким вот образом. Потому что он прям реально вязкий. И пальцем наношу уже на область под глазами. Его нужно немного вам. Вы не представляете, его, наверное, на всю жизнь хватит. Открыт он может быть только 6 месяцев. На самом деле, мне кажется, за 6 месяцев вообще нереально его использовать. Супер консилер. Мне так понравился. Но это только было первое впечатление вчера, сегодня. И в последующие разы может все измениться. Поэтому я наношу его прям разогреваю. За счет того, что он разогревается под теплом пальца, он как-то очень равномерно так хорошо распределяется. И он на самом деле очень плотный. Можно плотнее сделать покрытие под глазами. Можно сделать более такое, как сказать, более легкое. И он такой прям жирненький. Кто любит такие консилеры, вам вообще понравятся. Но я на самом деле впервые сталкиваюсь с такой текстурой. Итак, наконец-то я буду оформлять брови. И это у меня новинка тени от Freedom в оттенке Dark Brown. Это от Duo Brow Powder. Я вчера уже тоже оформляла, так, оформляла этими тенями брови. И хочу сказать, мне понравилось в целом вот такой оттенок. Но они все равно не такие холодные, как, например, мои любимые от Essence. Вообще, вы видели когда-нибудь, как я оформляю брови? Я не помню. Я сначала всегда линию нижнюю. И потом я начинаю где-то с середины. То есть я начало брови стараюсь не трогать. Потом я нанесу туда оттенок посветлее. В целом, если вам интересно отдельно про брови, посмотреть, как я их оформляю, то я, конечно, сниму для вас такое видео. Если интересно, то напишите в комментариях об этом. Я не знаю, одинаково у меня брови или нет, потому что мне просто неудобно смотреть. Собственно, вот, тенями я оформила. Наношу прозрачный гель от Reval de Loup. Это мой любимый гель. На бровки. Для оформления лица, собственно, далеко ходить не буду. Я буду использовать вот эту полетку от Makeup Revolution. Здесь я возьму и пудру. Здесь я возьму и контур. И хайлайтер. Пудру я возьму розовую отсюда. И прямо буду наносить. Для контура. Для контура буду использовать кисть поменьше. И контур отсюда возьму. Он тут один. Вот. Хайлайтер от Makeup Revolution, который называется Skin Kiss. У меня оттенок Pink Kiss. Мне понравилось то, что он прям втушевывается, вполировывается в кожу. Это смотрится красиво. Сейчас мы попробуем. Посмотрите, какая красота. Под бровь наносим. Сюда. Он очень яркий. Он прям... Очень холодный, правда, знаете. Лучше подойдет на более светлую кожу, но я все равно использую. Я сейчас тестирую две вот этих палетки фольга, которые вы попросили тестировать. Второй день, получается. И вот эту палетку от Obsession. Здесь холодные оттенки. Ее я тоже тестирую. Поэтому я сегодня буду использовать эти палетки. Итак, я возьму Obsession. И здесь есть оттенок, который называют Нет. Сначала я из палетки для контура Makeup Revolution возьму желтый цвет и припудрю базу. Припудриваю базу. Все. А теперь уже беру палетку и беру оттенок Cool. Это вот этот розовый, холодный, розовый, темный такой оттенок. Он хорошо подойдет для орбитальной линии. И я буду затемнять. Очень классный цвет, мне нравится. Далее, что далее. Я возьму оттенок потеплее, покраснее, который называется вот этот вот Mellow. Я его нанесу так же. Они очень, кстати, пыльные. Они очень пигментированные, но пыльные. Нанесу немножко во внешний угол и так же в орбитальную линию буду растушевывать. Ну и строить форму сразу же. Вот эти тени, по крайней мере, я пробовала пока только матовые. Крайне пигментированные они, ну, для Makeup Revolution. Очень пигментированные оттенки. Мне это понравилось. Кому это не понравится. И объем очень хороший у них. Так, окей. Теперь я на время откладываю эту палетку и беру свои сияшки. В сияшках я хочу вот что сделать. Я возьму палетку, которая называется Foil Frenzy Fusion. Это новая, которая их. Возьму здесь шоколадный цвет. Какой только шоколадный, нужно определиться. Вот этот, наверное. Какой красивый. Вообще, эта палетка, она сведет меня с ума когда-нибудь. Ну, что, сколько она красива. Итак, шоколадный цвет беру. Тут у них нет оттенков, то есть название. Я возьму, сейчас покажу. Вот этот из первого ряда, второй слева. Вот этот. Шоколадка. Очень красиво. Прям он холодный, шоколадный цвет. Плоскую кисть. И, вообще-то, пальцем мне нравятся больше такие оттенки наносить. Ну, ладно. И нанесу сначала в уголок внутренний. Таким вот образом. И во внешне. Серединку оставлю без всего. Можно даже чуть-чуть на складку их растушевать. То есть, втушевать в растушевку нашу. Ну, и теперь нужно выбрать цвет, который буду наносить в серединку. Я хочу какой-то бежевый, что ли. Ну, раз у меня холодный, я думаю, вот этот, что ли, тоже подойдет. Сейчас посмотрим. Э, два оттенка одинаковых. Ну, то есть, они повторяются в двух палетках. Нет, не говорите. Представляете, оттенки одинаковые, с ума сойти. Ну, что ж. Тогда. Из-за этой же палетки, с которой я только что носила шоколадный, это именно версия фьюжн. Я возьму вот этот вот бежевый. Он есть и в той палетке, с ума сойти. Ну, видите как. Хорошо, что попробовали. Ну, естественно, я это все буду оснащать в видео. Я наношу прям пальцем. Вот из-за этой палетки, из-за второй, которая называется Creation, насколько я помню. Я возьму самый светлый, вот этот оттенок, какой-то серебристый. И его нанесу поверх этих светлых теней, смотрите. Мой хайлайтер я нанесу в уголок глаза. Из палетки Cold Down Obsession я возьму, опять-таки, розовый растушевочный цвет и нанесу его на нижнее веко. Потом я возьму эту же кисть и нанесу отсюда, из этой палетки, это у нас фьюжн. Оттенок вот этот вот самый темный, коричневый какой-то. Хотя нет, он не самый темный, но в уголке внизу, справа я его возьму. Этой кистью наберу и нанесу на нижний век, чтобы придать просто сияние такого. И, наверное, я все-таки нанесу стрелки сегодня, в смысле, стрелки, айлайнер. Будут сегодня, наверное, стрелочки. Потому что давно я. У меня будет отдельный урок по стрелкам, как я их рисую, потому что мои стрелки в целом очень многие отмечают. Ну да, и мне они самой очень нравятся. Поэтому отдельный урок я вам обещала, и он обязательно будет. Мой макияж с палетками и вообще с большинством из косметики Makeup Revolution готов. Вы знаете, мне в целом нравится, что получилось. Мне нравится сияющий глаза. На губы я нанесла карандаш от Essence. Мне нравится. Ну, что я могу сказать? Конечно, я еще буду делать полноценный обзор. Я сейчас в стадии тестирования. Просто мне захотелось снять для вас такой туториал. Мне захотелось с вами немножко пообщаться, показать, как косметика себя ведет. Да и в целом, я думаю, что вам многим нравятся мои макияжи. Что могу сказать? Тон от Makeup Revolution, который я использовала. Это я уже говорила, что мой любимец. Он мне очень нравится. Консилер вот этот и консилер вот этот нужно еще тестировать, естественно. Этого мало времени, мало два раза. Я буду тестировать, потом вам расскажу. Пока мне вот этот консилер очень понравился. Мне нравится его формула. Для меня она такая необычная. Брови. Брови мне нравятся. На удивление они мне нравятся. Ну да, если бы они были немножко похолоднее, сам оттенок теней для бровей, то мне было бы еще вообще более приятно на это все смотреть. И так в целом тоже подходит моему типу внешности. Но я люблю немножко похолоднее брови. В целом понравилось. Хайлайтер нравится безумно, но он прям очень холодный. Я думаю, он может оставлять такие полосы. Но когда вы поворачиваетесь, то есть скорее всего будет видно вот эту светлую полосу. Но сама формула, она как что-то очень невероятное. Он настолько вполировывается в кожу, что его просто не видно. Такие хайлайтеры я люблю. Мне бы хотелось, наверное, попробовать, может быть, другие какие-то оттенки. Потому что если я останусь довольна на 100% после тестирования этим хайлайтером, то я с удовольствием бы приобрела какой-нибудь еще оттенок. Он прям как... Вот кто любит влажное сияние в качестве хайлайтера, тому очень понравится. Вот эта палетка я здесь тестировала пока что от Obsession. Только матовые цвета, только три матовых цвета. Это единственные матовые здесь. Мне нравятся безумно. Они такие пигментированные, так классно ложатся. Пыльные, конечно, но... За это я уже давно не снимаю бал. Супер, мне понравилось. Но нужно тестировать еще в целом ее. И потом уже делать какие-то выводы. Ну и вот эти палетки, тестирую их также второй день. И получается, большинство я все-таки оттенков использовала вот из этой палетки, которая Fusion, вторая версия. И сегодня вот, как мы вместе с вами обнаружили, что здесь повторяется, по крайней мере, один пока что оттенок. Может быть, здесь повторяется намного больше. Вот я вижу еще очень похожий оттенок. Возможно, он тоже повторяется. Знаете, это не... Ну, как бы... Зачем? Не знаю. Если вы тем более создаете всего лишь вторую версию, а не 32-ю, да? А именно вторую версию и повторяющиеся оттенки, по-моему, это недопустимо. Зачем? Но в целом, вот так вот покажется, мне нравится больше версия вторая, которая называется Fusion, потому что здесь более спокойные, наверное, оттенки. Но я еще, опять-таки, это просто мое первое-второе впечатление. Еще буду тестировать все. Ну, в целом, вот такой макияж у меня получился. Я надеюсь, он вам понравился. Ставьте обязательно свои лайки или дизлайки на это видео. Огромное спасибо, что вы посмотрели это видео. Не забывайте подписываться на мой канал. А мы увидимся с вами в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok